Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и это очень важный апдейт, ребята, потому что с мемпулом биткоина происходит что-то нереальное. Для тех, кто не знает, мемпул это место, где собираются все неподтвержденные транзакции и такое происходит на самом деле крайне редко. И почему они там собираются? Собираются они там, потому что появляются другие транзакции, более приоритетные, которые готовы платить больше. И в итоге майнеры майнят их. И те транзакции, которые выставили комиссии меньше, меньше Сатоши, они висят долго и бывают и 2-3 дня. И вот в последний раз такое было в 2019 году, до этого в 2017-15. Посмотрите, что было. Если вы посмотрите вообще каждый такой раз. И вот это немного другая метрика, это количество транзакций перемещения от 100 долларов. То есть мы сейчас видим просто спам транзакций. Говорят, что это Binance спамит транзакциями блокчейн. И, соответственно, их транзакции в приоритете, потому что они больше комиссию платят майнерам. И у обычных пользователей сейчас с этим проблемы, поскольку их транзакции висят в мемпуле и не обрабатываются. Это может продолжаться 2-3 суток, даже в отдельных случаях неделями блокчейн биткоин был забит, поскольку старые транзакции, где выставили меньше порог Сатоши, меньше комиссии, они не обрабатываются майнерами, поскольку майнеры майнят более выгодные для них транзакции. В общем, такое было всего несколько раз. И вот мы смотрим на другую метрику, это transfer value, собственно, как я уже сказал, передача ценности от 100 долларов. И также есть transfer value, ну, короче, другая метрика тоже подобная этой. Обе они показывают невероятный всплеск транзакций в биткоине сейчас. В связи с чем еще мы видим, что комиссии за вывод в сети биткоин выросли во много раз. Например, вот на этом сервисе обычно комиссия составляет где-то 300-500 Сатоши, а сейчас 17 тысяч. И быстрый вывод здесь составляет обычно 1010 Сатоши, а сейчас 73. Даже на Bybit мы видим, что в сети BTC за вывод сейчас у нас возьмут 50 тысяч Сатоши, а не 20, как обычно. Соответственно, комиссии в сети биткоина поотскочили. И обычно, если вы посмотрите, где это происходило на графике, такое было всего 4 раза глобально. Вот тут в 2012 году перед началом уже на начале бычьего рынка, в 2015 году тоже уже на начале роста, как вы можете видеть. В 2019 году, соответственно, тоже на начале бычьего рынка. И это происходит сейчас, ребята, поэтому я не знаю. На мой взгляд, это уже ультимативный просто еще один сигнал, дается к тому, что этот разворот не фейковый. Это настоящее ралли, которое, да, будут, конечно, коррекции, откаты. Вот у нас сейчас с вами TRDR сигналит нам о том, что это очень сильные покупки, ребята. Да, мы провалили ниже вот эту первую плиту. Опять же, TRDR не панацея. Посмотрите, вот это одна из первых плит, которую мы ушли чуть ниже. Да, в принципе, первая за несколько месяцев, если вы посмотрите. Ну, вот здесь было что-то подобное, ладно. Поэтому смотрим. Я думаю, что сейчас будет, возможно, все-таки сильный отскок. Хотя, если вы отдаляетесь по биткоину, то вы понимаете, что тут еще, если он идет в более глубокую коррекцию, то мы-то только вот шапку снимаем, как бы тут все еще мы можем упасть сейчас в краткосроке, ребят, тысяч на 25 или даже на 22, например, на золотой карман, и отскочить оттуда. Поэтому в краткосроке никто вам ничего точно сказать не может. В краткосроке, вон, даже я в минусе закрыл часть сделки, и сейчас переусредняю то, что открывал. Короче говоря, лосю пока на часть прибыли. Но на нашей любимой бирже Bybit это делать офигенно удобно. Правда, многие сейчас испытывают проблемы с трудностями с KYC или там с ограниченными территориями. Для этого, ребята, у нас есть куча прекрасных бирж в описании, таких как Femex, Bitflex, Bitget, KuCoin. Попробуйте себе, подберите, которая вам ближе по духу. Да, кстати, на нашей любимой бирже Femex прямо сейчас до сих пор идет супер уникальная акция. Вы можете под 0% занимать на кросс-марджине, вообще без комиссий, хоть BNB шартить, хоть что хочешь. И сейчас идет уникальная тема, у них запускается биржевой токен, и вы можете их минтить просто торговым объемом. Короче, просто по нашей ссылке на Femex, если вы за Regan, торгуете, как обычно, в кросс-марджине, на фьючах. Топ-10 чуваков по объему торгов, возможно, наминтят, короче, эти новые токены и получат их на свой аккаунт. Поэтому участвуйте, торгуйте, ребят, тем более нулевые проценты. Ну, как бы на бинансе, чтобы одолжить BNB, вы платите чуть ли не 300% годовых, а тут 0. Так что, что я вам хочу сказать, ребята, на мой взгляд, это еще одна бычая метрика, очень сильная бычая метрика, то, что мы видим такой всплеск неподтвержденных транзакций и такую адскую загрузку мемпула. Это в любом случае через 2-3 дня рассосется, транзакции полетят, комиссии снизятся, скажется это, скорее всего, на рынке позитивно. Но дисклеймер, не финансовый совет, друзья мои. TRDR тоже ссылочка в описании, наш любимый скринер. Вроде бы говорит нам, что да, сильные уровни, посмотрите, какой хороший плотный стакан. Я думаю, что все-таки приоритет лонговый, да накапливаю сейчас позицию, аккуратненько. По альт-сезон индексу, опять же, у нас сейчас просто лучшие заходные вальты. Посмотрите, 4% из 100 у нас индекс 12 альткоинов к биткоину. То есть, в принципе, в долгосрок сейчас чуть ли не любой альт набирай, который не соскамится. Ну вот кроме STX какого-нибудь или что там, пепе, ме-ме. В общем, набирайте фундаментальные нормальные альты в долгосрок, в портфеле будет вам профит. Спасибо, что посмотрели это видео. Не буду делать его слишком долгим. Подписывайтесь к нам в телеграм, ставьте лайк обязательно, ставьте стопы, тейки, всем профитролей и до связи, пока. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok